Дискуссионная площадка Но и пространством генерации новых идей и рождение продуктивных проектов, направленных на укрепление армяно-российских отношений и дружбу между армянским и российским народом. Должен особо поблагодарить Константина Федоровича Затулина за его огромные усилия по созданию Лазаревского клуба. Не буду также скрывать, что еще несколько месяцев назад, во время нашей очередной встречи, мы обсуждали с ним эту идею, его идею, и я выразил ему полную поддержку и готовность оказать посильную помощь в становлении этого клуба. Рад, что участниками клуба стали очень многие известные и авторитетные люди, как России, так и Армении. Армяно-российские отношения сегодня нуждаются в особой заботе. Прямые или косвенные призывы к пересмотру традиционных для Армении и армянства вообще геополитических приоритетов в это неспокойное время, даже не притворяясь в жизнь, тем не менее предоставляют значительную угрозу. Информационные технологии и социальные сети сегодня дают большие возможности манипуляции общественными настроениями. Они позволяют заложить в наших обществах элементы сомнения и недоверия по отношению друг к другу, что приведет непременно к началу эрозии наших многолетних связей. Дорогие друзья, любая дружба требует усилий, как минимум нуждается в нашей энергии, времени и эмоциях. Дружба, конечно, имеет и инерцию, но только на инерции не может развиваться и быть устойчивой. Вспомните, как много друзей в нашей жизни все мы растеряли лишь потому, что не потратили достаточно усилий для того, чтобы их сохранить. Дружба прекращается тогда, когда появляются сомнения в искренности, намерения друзей и когда одна из сторон стремится всегда получить больше, чем готова отдать. Трудно и накладно дружить с вечно просящими, назойливыми и ноющими. Такие отношения непременно трансформируются в вассальные или раздражающие. Это справедливо не только в личных, но и в межгосударственных отношениях. Именно здесь, именно в межгосударственных отношениях мы должны быть понятными, прогнозируемыми, надежными и нужными друг другу партнерами. Дружеские отношения между странами – это не просто совпадение их интересов. Это синтез государственных интересов и глубокого проникновения человеческого фактора во взаимоотношениях наших обществ. Я не могу найти примеры других стран со столь сильным сочетанием и наложением этих факторов, как у Армении с Россией. Просто пройдитесь по карте, по мировому глобусу. Практически нет таких примеров. Эти отношения мы унаследовали и должны пролагать ежедневные усилия для их сохранения и развития. Я бы очень хотел, чтобы Лазаревский клуб стал одним из ключевых инструментов для такой деятельности. И это зависит от вас, от членов клуба. Поэтому еще раз хочу поприветствовать всех вас, пожелать продуктивной работы. И заявляю также, что готов участвовать в большем объеме в следующих ваших встречах, заседаниях, дискуссиях, быть ки-спикером и так далее. То есть я к вашим услугам. Спасибо. И под конец, спасибо вам, спасибо всем за внимание. И под конец я просто один из первых экземпляров моей книги подарил с надписью авторской Константина Затулина. В знак моей признательности к тому, что он делает по укреплению армяно-российских отношений. Спасибо всем вам за внимание. Я хочу сказать, извините, Роман Георгиевич, хочу сказать, что эта книга действительно только что вышла у нас в России. Еще, если я правильно понимаю, не поступила в продажу и не поступила на прилавки. Но с большим удовольствием и очень благодарен за этот труд, который, как признался только что Роберт Сидракович, три года его жизни заложены в эту книгу. Ну, все, кто любит Романию, интересуется ее жизнью, историей, вчерашним, сегодняшним днем, безусловно, познакомятся с этим. Спасибо вам. И спасибо за добрые слова и пожелания. Спасибо.